Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала. На канале Томата Больше Чем Любовь Светлана живу я в Чувашии, на Средней Волге, практически на самом севере нашей республики. И вот уже вторая декада января быстрым ходом идет вперед. Скоро уже и Крещение. Сегодня Старый Новый Год встретили. Вот сегодня уже 14 января, можно сказать, уже 15 будет. И были вопросы, когда же что будем сеять. И вот я небольшой календарь посадок посевов в январе составила. По календарям не всегда я, конечно, ориентируюсь на календаре. Но, естественно, если календаре купила, значит немножко надо и посматривать. Первый я решила в январе посеять землянику, 19 января. По календарю есть землянику, вот сейчас скажу я, какие собираюсь. В прошлом году я посеяла 31 января. Но многие мне говорили, они в этом году урожай вам не дадут. Они очень хорошо мне урожай дали. До глубокой осени ремонтантная земляника у меня росла зрела. Внуки как приезжали на выходные сразу туда на эту плантацию. Конечно, у меня плантация не очень большая была. Крупноплодная Виктория у меня не уродилась. Мало было. Уродилась она, но жара стояла, ну не знаю, не совсем получилось. Спасла ремонтантные моим внукам немножко на побаловаться. И вот сначала я расскажу, когда буду сеять, а потом уже о землянике расскажу. С 19 по 24 это можно сеять и по календарю, так сказано. Дальше у кого-то, кто рассаду посадил, кто-то в других регионах живет, кто-то, может быть, раннее весна, то пикировать рассаду 28-29 января. 23 января по 23 по 27 января еще можно землянику посеять, шалфей. Вот тогда я и пелагонию посею. Несколько сортов. Вот их я не взяла, конечно. Сказала, что буду сеять. Много я сортов купила. Еще в прошлом году привезла и в Москве на выставке купила. Но я просто выписала и когда посею, когда покажу. В шалфеи можно траву. Вот те, которые в вегетационный период очень длинные. Кто еще что, вот такие редкие цветы, может, выращивает. У меня таких цветов нет, у меня все попроще. Астры, хризантеллы. Ну, такие все, все попростые. Циние. Вот такие у меня цветочки. И вот здесь, хотя я и говорю, календарь в январе, 1 февраля я начну посев перцев позднеспелых. Удачный день для посева позднеспелых сортов. Не только позднеспелых, и других сортов перцев уже 1 февраль. Кто-то уже в январе замочили, посеяли уже, кто-то писал. Но я вот собираюсь 1 февраля сеять. Перцы, баклажаны, томаты, огурцы. 1 февраля я несколько кустиков для комнаты хочу посадить, посеять. Может быть, к Пасхе и получится получить первые огурчики. Ну, естественно, много я не собираюсь, просто пару огурчиков. В прошлом году я, конечно, всю зиму занималась рассадой. Перцы были, огурцы, томаты, честно скажу, устала. К сезону уже подустала. В этом году я решила зимой немножко отдохнуть. Ну, как отдохнуть? Заниматься другими делами. И уже весной заняться уже конкретно рассадой. Вот какую? Вот 1 февраля, вот у меня 3 календаря, и везде удачный день для посева. Вот тут я даже отметила во всех календарях 1 февраля. Ну, и, скажем, уже и дни длиннее становятся. Уже на полчаса дни удлинились, длиннее стали. Земляника ремонтантная Любаша. Очень хвалебные речи. Но как сказать? Хвалебные, не хвалебные. Главное, чтобы они удались. Устойчивость к основным заболеваниям, самое главное. И вредителям хорошо переносит заморозки, как зимний, так и осенний. Вот я не знаю, как у меня сохранилось зимой под снегом. Но снега, конечно, у нас очень много. И таких холодов не было резких до снега. Снег выпал, и уже пошли морозы. Земляника ремонтантная Любаша. Земляника Регина. Безусая зимостойка обили сладких ягод до осени. Это вот Гавриш. Это вот, по-моему, престиж, как цветущий сад. А это Гавриш. Безусая земляника. Формирует сильный компактный растение высотой до 20 сантиметров. Ну, тут, конечно, на рассаду март-апрель высаживать. Ну, в марте-апреле, наверное, поздновато будет. Я в феврале посею. То есть, в январе я запланировала. Земляника Белоснежка. Я тоже в прошлом году купила. Не успела уже посадить. Поздновато я купила. Тут с 1 февраля. Я даже не смотрела. Вот тут с 1 февраля. Я запланировала 2019 или 2023. Но вот 1 февраля-то можно и 1 февраля. Чуть пораньше, на недельку тоже хорошо. Это аэлита. Так, в тонком аромате спелых ягод отчетливо различима нота ананаса. Но в этом году ананас у нас у внуков на ура пошел. Очень, но и год они встречались с ананасом. Понравился им. Ягоды, конечно, 2-3 грамма. Более сладкие и нежные, чем у красноплодных сортов. Буквально тающие во рту. Ну, посмотрим, когда дадут, если они урожай. Они мне первый год дали урожай. Так, в прошлом году я тоже, по-моему, от аэлиты сеяла. Не в этом журнале. Не взяла. Но его многие сеют. Он распространенный такой сорт. И земляник Александрина. Тоже аэлита. Неприхотливый сорт. Формирует аккуратный кустик. Тоже с 1 февраля по 10 марта посев. Тоже самое. Ну, я не глядя, как бы почти практически в точку попала. Возможно, теперь или вот 1 февраля посею, или все. Вот 4. Крупноплодную я не решила в этом году. В прошлом году 2 сорта посадила. Посеял тоже. Один гигант какой-то был. И второй Санькина любовь, по-моему. Там очень мало. 4-5 кустиков. То есть семян. Многие мне писали, а зачем вы мучаетесь семенами? Купите. У вас тут в Чебоксарах очень хорошие вот есть. Кто продает. Была мысль. Но, раз уж куплены в прошлом году, в этом году уж посею. Куда? Правда, вот это вот я выписала, когда семена выписывала. И выписала вот этот сорт. И так у меня Гавриш и 2 от Айлиты. Ну, самое тоже надо немножко пробовать, экспериментировать, что получится. Вот, никогда, скажем, огурцы не выращивала в комнате. Уже 3 года выращиваю. И тоже неплохо получается. Внукам на радость. Аромат огурца прямо так далеко. Аромат чувствуется. Магазинные огурцы вроде там принесешь. Но, такого, конечно, естественно, нет. Свои огурцы, они есть свои огурцы. Это небольшой ролик. Так познавательный только. Не для того, чтобы делали. Не для того, чтобы там что-то рекламировать, что-то говорить. Просто я так буду делать. А кто уж как будет делать, это у каждого свое дело. Иногда получается. Нам это, ну, в комментариях. Нам это вообще не интересно. Нам это... Ну, я всегда говорю. Я никому ничего не навязываю. Я говорю свое мнение. Кто-то соглашается. Кому-то неинтересно. Тогда можно и пропустить этот ролик. Много других интересных роликов. Пока-пока. Всем добра.